Музыка 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 Я твоя, ты тяряча богинь, и вареная крови, я материка настоя к тебе, удачи. Я чувствую, полумьяный и пьяный нижний подых, сердце птаху лопить крыло твоей, я без себя заберу любовь. Просто моего случая нет, что я не знаю. Я тебя билем вон на димме. Человек, стечки классы. Я тебя билюджие, вопривающиеsin. Я тебя билем, и варенье, я билем. Я тебя билем вверх. Продолжение следует... 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 в ювелирном украшении Матвееву Анастасию. Настя, мы будем поэми-ембами. Сейчас мы расскажем о каждом из них. Начнем мы, пожалуй, с Алексея Леника. У этого парня явно что-то не так с головой и нять. Вы не подумайте о плохом, просто порой напоминает гения. Его мозги — вот его главное преимущество. Хоть и слухи, что однажды он даже взломал Пентагон, просто потому что не было слышно. И одна из тех вещей, о которых он мечтает, это, как ни странно, научиться танцевать. Как и Егор Бабышевич, например, который танцует просто с макшевателем. И это ничуть не странно, ведь он танцует на профессиональном уровне уже более 10 лет. Однако, это не единственное неувеличение. Этот парень самый настоящий экстремал в велоспорте. И хоть он не профиль в этом, выглядит это весьма обмущающийся газетус. Если говорить за его мечты, то одна из них — это научиться готовить. Озвучителем смело можно было бы порекомендовать Елизавету Стракулат. Эта девушка, зная толп в этом, сами не распроверяли. Разумеется, это не единственное, что она делает хорошо. Например, Елизавету очень любит детей, что немаловажно умеет ухаживать за ними. Опыт ухаживания за племянницей даст знать о себе в будущем. Из нее получится отличная мама. Что касается ее мечты, научиться видеть прекрасное Бабышево, как настоящий художник. А вдохновил ее на такую цель София Чинина. Полет фантазии этой миловидной девушки удивляет каждого, кто хоть раз видел ее работы. В будущем она станет самым настоящим художником. Также нельзя не упомянуть о ее увлечении фотографировать, готовить и танцевать. Ее мечта не менее прекрасна, чем прошлое. Она мечтает научиться играть в баскетбол. Как и этот парень, Вадим Животов, который занимался на профессиональном уровне довольно долго. Но в определенный период, почувствовав тягу к танцам, он решает бросить спорт и начать танцевать, как он, собственно, и делает. Танцы и баскетбол. Этот судьбез удивительно хорошо сочетается с Вадимой. Посмотрите сами, как он здорово выглядит на конспорте и на его площадке. Мечта Вадима довольно интересна своей необычностью. Клевые подкаты. Вот о чем мечтает этот парень. А в качестве вдохновителя этой мечты выступил его в ближайший группу. Никита Генеченко. Если бы за подкатом не было на брал, он бы забрал их силу. И это не удивительно. Посмотрите на эти движения, отработанные годами. Но подкаты – это всего лишь частица в его познаниях моды. Ходят слухи, что даже учителя с ним советуются, когда перед ним и следует сложно выбрать. Также Никита знаток в сфере современных технологий, а в первую очередь – гаджетов. Мечтает Джон, как ни странно, о мастерстве в шахматном спорте. Играет нам неплохо, но вот до Лиды и наиму далековато. Однако шахматы не единственное, чем эта милая девушка увлекается. Фотография. Вот в чем она еще, невероятно, хороша. Лида очень эмоциональный человек, так что ее мечта вполне обоснованна. Она мечтает о том числе спокойствии, полно блатает наш самый возмутимый человек класса – Карина Дымова. Путто фильм ужасов, пожар, война или даже твойка по украинскому языку. Ее полное спокойствие в лицо останется непоколебимым. Этому качеству позавидывали бы и аристотеров из Англии. Но это не единственное, в чем они могли бы посоревноваться с нашей кариной. Ведь она взяла от них не только элегантную манеру спокойствия, но и знание всего английского языка. Как ни странно, мечтает она хотя бы от частичного настроена жизнь и позитиве, что отличает наш следующий герой – Кляк Подученко. Сказать, что он оптимист – ничего не сказать. Он, как минимум, самый оптимистичный устроенный парень на эту жизнь. Что только с ним не случалось, в каких только передрягах он не был. На его лице всегда сохранялась неизменная улыбка, шестовая часть его самого. Мы все точно знаем, что его позитив и легкость обязательно даст свои плоды в будущее. А мечтает наш улыбший друг о том, что когда-то он обязательно выучил украинский язык так же, как Андрей Хобич. Андрей – это типичный парень украинской внешности с нетипично высокими познаниями в украинском языке и литературе. Кроме глубоких познаний в украинском языке, Андрей еще вырухает за футболом. И он не просто болеет за своих, не выходя из дома, но и сам не против поиграть с друзьями на нашем школьном сфере. После матча «Гибер поесть» Андрей часто угощает своих друзей, что только укрепляет командный дух. Мечта Андрея связана с фотографией. Он очень хотел бы научиться работать на камеру так, как это делает Анастасия Судновова. Опыта работы модели у нее предостаточно. И, откровенно говоря, позировать у нее получается действительно хорошо. Помимо этого, Настя также увлекается и спортом, в частности, большим теннисом. Нельзя не поймать про ее успехи в школе, она там тоже большая молодец. А еще у нее очень неудобно. Что же касается ее мечты, она очень хочет завести себя с украинским, хоть порой и не молодец. Что нельзя сказать про Марию Верхову. Будущего ветеринара уже можно назвать настоящим профессионалом в ухаживании за животными. По логике вещей наша героиня домоседна. Поэтому ее мечта вполне обоснована и проста. Она мечтает быть участницей или даже организатором какого бы то ни было захватывающего приключения, коим, кстати, является наш главный скатер приключений Игорь Евич. Талант этого парня нельзя переоценить. Он воистину найдет их всегда и везде. Они у него, видимо, просто в траве, а подпитывает любовь ко всякого рода приключениям его собака, с которой он вылез из многих передряг. Наверняка его в будущем станет великим путешественником, а собака его лучше помощником. И как бы это ни было забавно, читает наш молодой энтузиаст на глубоких знаниях математики, кто обладает нашим следующий герой Иван Реков. Дон Дайкинг, Гений, Ваня. Это слово Симонима, если кто не знает. Иван настолько уверенно знает этот предмет и так кредит его изучением, что мозгу не хватает времени думать о том, чтобы писать понятное то же. Поэтому его гениальность понимают далеко не все, кроме одной. А еще Ваня увлекается футболом и спортом в целом. Молодой и правый парень, что еще сказать? Его мечта – знать историю. А помогает ему осуществить мечту Юлия Вальдя. Лучший знаток истории в нашем классе. И да, у нас есть основания, чтобы это утверждать. Кроме своей библиотеки знаний в голове, она также может похвастаться еще другим интересным увлечением, таким как игра на гитаре. А мечтает Юлия обладать организаторскими и лидерскими качествами, которые, кстати говоря, есть у Игоря Исовченко. Это миниатюрная, красивая и вкусно-милая девочка в нашей классе. Но, как вы уже поняли, есть такое качество, что выделяет. Детели способности командования и организации. Она даже была выбрана командиром нашей команды военно-патриотической игре «Судьи Джипа», в котором мы путем в настоящем испытании взяли третье место. Мечтает о спортивной, но сюжет круглой девушке. Быть такой же сильной и выносливой, как в Ларшоне. Его кредо – это Данко, которому он увлечен еще с раннего возраста. С тех пор он много трудился и много его достиг в этом деле спорта. Конечно же, он хорош не только в этом деле спорта. Влад также преуспел во многие другие спортивные сферы. Как показывало множество ситуаций, которые мы вместе с ним переживали, этот парень очень честный, благородный и, что очень важно, храбрый. А за пример повышения перечисленных качеств он берет такого человека, как Максим Адриаш. Да, храбрость, порой даже отчаяние. У него не забывать. Макс, пожалуй, самый активный по социальным меркам человек класса. Знает многих, да и его знает. Участливает в судах. Долгое время занимался баскетболом, но решил уйти из этого спорта в связи с загруженностью в школе. Несмотря на устоявшиеся мнения, что вылежные ученики мало гуляют, Макс доказывает это правда. Он успевает и в школе пучиться, и с друзьями погулять. Кроме того, он самый настоящий друг, который всегда готов прийти на помощь. О чем может мечтать такой пристрашенный и уверенный в себе парень? И мы ответим. Сочетает тот знак законы нашей страны так же, как с нами их Маргарита Шопман. Строгая, сдержанная. И с этой без преувеличения прекрасно. Евушке будет отличная судья. Она уже может давать консультации вместе с минускательным приключениям. Прямо такие сдержанные адвокаты. А еще она ярый любитель поэзии. И хороший игрок в волейбол. С успеваемостью в школе у меня тоже все в порядке. В общем, со всех сторон молодец. И не то, чтобы прям где-то мечтает об этом, но порой она думает, что, наверное, было бы здорово относиться к жизни проще и легче, когда делает линии хрена. А о ее коммуникальных таланках, наверное, слышал каждый в школе. Она всегда будет сухой слады и выкрутится из другой ситуации. Насколько у нее развиты эти навыки. Кроме того, из Глины, бесспорно, вышла бы отлично она. Красивая, киноногая, общительная девушка. Но я явно не верю. Мечта линии научиться так же владеть пером, как наш режиссер, оператор, сценарист и вообще вся съемочная группа в одном лице Никита Лято. Мечта линии научиться так же владеет пером, как ангелы и анастасия. Многократно ее талант-художница изучал наш класс на всякого рода школьных мероприятий. Благодаря ней наш класс всегда был на высоте в этом плане. Также Настя Мастерский владеет кюстей не только на форсии, но и на лицах. Она шикарная играет на унике. Мечтает Анастасия научиться играть в волейбол так же классно, как Ольга Верленюк. Эта девушка душа своей компании. Она здорово играла в волейбол и не раз это доказывала по площадке. Значение ее участия в соревнованиях по волейболу нельзя преуменьшать. Она всегда приносила большой вклад в победу нашей школьной команды по волейболу. Как вы поняли, несмотря на все наши различия и сходства, мы все равно безумно дружны и работаем словно по целое, часто помогаем друг другу и просто хорошо проводим время. Наши школьные годы, хоть уже и в прошлом, останутся в сердцах навсегда. Спасибо всем учителям, которые учили нас. Спасибо людям, что кормили нас и заботились, чтобы нам в школе было так же видно, как в собственном доме. Спасибо Ирина Николаевна за то, что наставляла нас и вела вперед все эти годы. Спасибо Надежде Валентиновне и всем сотрудникам нашей школы за все. Спасибо за наше искусство. Ирина Николаевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ